Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о мифик-плюсиках, а именно рассмотрим новый сезонный модификатор. Новый сезонный модификатор называется «Пробудившийся». Этот модификатор появляется с 10-го ключа и делает небольшое изменение при прохождении самых обычных мифик-плюсов, добавляя некоторые интересные механики, некоторые интересные текстурки именно в ключ. Мы прошли 16-й ключик на стриме, меня заинвайтили, огромное спасибо этой группе, то, что прошли. В основном без вайпов, конечно же, да, было круто, 80 минут потратив, хотя можно было потратить на минут 50. Но самое главное, ключ был закрыт и это замечательно, потому что некоторые пророки думали о том, что меня никуда не заинвайтят, то, что в прошлом сезоне я закрывал только от Алдазар, мой рейдер его составляет 306 очков и я вообще не достоин крыть ключи выше 15-х. Но ключик был закрыт и это замечательно. Материал для рассмотрения данного модификатора имеется и сейчас мы все посмотрим. Не обращайте внимания на надпись, зеленую большую, просто я после рейда с рандомами забыл ее убрать. Первый портал, который нам встретился в Подгнилье, собственно, большая капля с хорошим таким запасом хп, которая стелет под собой войдзоны, а также рядом с этой каплей находятся еще 4 щупальца. Касты щупальцем сбиваются, щупальца убиваются в первую очередь, ну а потом каплю можно увезти туда, куда вашей душе угодно. Как мы видим прекрасно, имеются мобы в нормальном мире, в нормальном местоположении ключа, но мы просто-напросто перемещаемся в другой мир при нажатии на обелиск и начинаем играть только с теми мобами, которые находятся в параллельном мире, то есть конкретно тут. Это капля, но я открою секрет, который мы раскрыли только к четвертому обелиску, то что абсолютно все эти порталы, весь этот мир, он в принципе общий, он не разделен отдельно по порталам, и, например, можно просто-напросто пробежать весь инст, при этом не спулить трэша, но при этом убить абсолютно всех таких тяжелых мобов в этом параллельном мире. Ну, я надеюсь, мысль поняли, хотя как-то я ее очень-очень сложно закрутил. В тот момент, когда умирает мобчик, на месте его смерти появляется портал. Когда мы его нажимаем, мы выходим в обычный мир, где находятся боссы данного подземелья, ну а также мобы, которых нам нужно убивать для получения процентов. Если вам хочется более успешно заходить в портал, то намного лучше это делать с обычным отсчетом. Первый нажимает танк, ну а все остальные уже через секундочку, потому что если дамагеры нажмут первые, а танк с опозданием, то все агро полетит на дамагеров, и это может быть фатально. Второй мобчик, которого мы встретили, Безликий, который делает вокруг себя АОЕшечку, темную ярость, но от нее нужно было просто отойти. В тот момент, когда мы нажали третий портал, перед нами появился Большой Паучок и Клещи, можно сказать, аналогичные, которые имеются в подгнилье. Этот Большой Паучок делал какие-то неимоверные косты, которые, во-первых, нужно было нормально кикать, но при этом никто не кикал косты, кроме меня. Также была Войдзона вокруг этого мобчика, от которой нужно было отойти. В общем, мерзкий какой-то достаточно моб, с учетом того, что я на Анхолике в текущий момент играю, ну как, поигрываю. Убегать от моба было малость проблематично, но у меня получилось, и я не умер. Вот только танку немножко прилетело так хорошенечко. Дэмэдж прямо так до смерти его довел. С горем пополам мы убили этого моба, и, как уже вы видели ранее, в тот момент, когда большой моб в этом портале убивается, на его месте смерти остается портал, через который нужно выйти. Но можно выйти не через тот портал, который остается после убийства этого большого моба, а можно выйти через тот портал, через который вы заходили. В принципе, как я и сделал. В противном случае, если бы я вышел через портал, который появился после убийства большого мобца, я бы просто-напросто спулил мобов, которые стоят в обычном данже. Зачистка четвертого портала, четвертого обелиска, мне понравилось больше всего. Мы зашли в первый портальчик, который был открыт еще в самом начале данжа, можно сказать. Аккуратненько пробежали через, можно сказать, почти весь данж, и по чуть-чуть, по чуть-чуть выпуливали тех мобов, которые стоят рядом с четвертым обелиском. Сначала маленьких, ну а потом мы спулили большого мобца и вели его, можно сказать, к концу подземелья. Да, можно было бы, конечно, привести к ласту, но под гнилья такой данж, что нужно сначала убить двух стражей перед тем, как спуститься вниз к ласту. С этой задачей мы справились, успешно вышли из портала, который заспавнился после убийства большого мобца, и в итоге этот портал появился рядом с щупальцей, хотя можно было его заспавнить, как вариант, с краешку. Но мы спулили щупальцу, убили ее и продолжили свой путь в прохождении этого подземелья. Речь, конечно, шла о зачистке всех этих порталов, это все классно, их нужно чистить, но если вы не зачистите какой-то из этих обелисков, из этих порталов, то эти мобы, которые находятся в мире Нзота, они выйдут в нормальный мир в тот момент, когда вы спулите последнего босса. Хотите ли вы этого? Вопрос хороший. Быть может, у вас три анхоли ДК в группе, которые играют в ОЕ билдах и способны просто вперед ногами вынести абсолютно всех мобов, которые вылезут с этих обелисков. Думайте сами, решайте сами. Я думаю, Афикс разобран весьма детально. Не зря все эти клипы были сделаны. Всех вам благ, счастья, здоровья. Если вдруг что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok